Музей Кузнецкая крепость Одно из самых красивых мест нашего города Именно здесь около 400 лет назад зарождался Новокузнецк Отличное место для прогулок И сегодня компания у меня здесь составит нападающий новокузнецкого металлурга Илья Мусин со своей подругой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Илья, ну ты один из многочисленных воспитанников Новокузнецкой школы хоккея Которым довелось поиграть не только за молодежные и юношеские команды Но и за главную команду нашего города Расскажи, с чего начинался твой путь в большой хоккей Когда ты впервые пришел на тренировку Кто был твоим первым наставником? Ну все начиналось в Новоилинском районе Мне так получилось, что как раз когда я подрастал, ближе к 8 годам мне исполнялось У нас открыли в Новоилинке дворец хоккейный И все, у меня как-то отец спросил Не хочешь ли ты, Илья, заняться хоккеем, поиграть? Ну я сказал, ну хочу Он меня отвел буквально там на первую тренировку Мы с ним прокатились там Ну, мягко сказать, конечно, не прокатились Там я поползал Ну и все И после этого как-то мне понравилось И я уже стал регулярно заниматься Записали меня в 91 год Первым наставником был Миртов Игорь Григорьевич В Ильинке Вот И так вот я прозанимался с ним, получается, около двух лет И потом меня уже пригласили в центральный район В 91-й год Ефимов Владимир Георгиевич тренер И вот так вот я 10 лет отыграл в центральном районе за командой Металлург-91 Ну вот несколько лет назад бытовало такое мнение, что на Ильинке играют хоккеисты, которые послабее А в центре кейтпе творили посильнее Тем не менее из Ильинки очень много ребят в последнем году вышло Но ты как считаешь, все-таки неправильное, наверное, да, это такой стереотип? Ну как сказать, все-таки в центре, я считаю, там дети более профессиональные И раньше начинают играть в хоккей Вот лично в мои годы, когда я начал хоккей заниматься в 7 лет, почти уже 8 исполнилось И перешел в центр, где ребята с 3-4 лет на коньках Конечно, мы когда играли Ильинской командой против Городской, мы им всегда уступали Там ребята были уже поопытнее, по всему Но вот мне так довелось, что отец мой помог мне, можно сказать, тренировал меня И что я хоть и начал, так можно сказать, поздновато играть Я успел достичь, ну как бы, ребят, которые уже с 3-4 лет на коньках И поэтому через 2 года меня когда забрали в центральный район в команду Там буквально я уже с первого сезона там играл, там первого, второй, пятерки И поэтому вот, как бы, вот так получилось А вообще, с Ильинки, конечно, много ребят, очень тот же Костя Туркин начинал в Ильинке И много ребят там начинали, и потом все равно собирали в одну общую команду всех лучших Чтобы команда на Украинской уступала самая сильная Вот, и поэтому, кто ребята из Ильинских были лучшие, все переходили в центр Но таких технических сложностей не возникало в связи с переездом в центр Все-таки учиться приходилось, наверное, в Ильинке, да? Нет, сначала казалось это, что, конечно, тяжеловато, но там это налажено уже, все 52-я школа работает, был у нас спецкласс, я во второй класс Первый, второй класс учился еще в Ильинке, в 36-й школе И потом, когда тренер уже сказал, нужно переходить в город У меня родители перевезли документы в 52-ю школу, из 3-го класса я уже в 52-й школе И под нас было расписание сделано, мы с утра на тренировку, потом идем в школу И после школы идем на вторую тренировку, и как бы с этим проблем не было Вот, когда ты начинал заниматься хоккеем, родители возлагали какие-то определенные надежды Чтобы видеть тебя в будущем во взрослой команде Или все-таки это на начальном этапе было немножко иначе, и все-таки другие цели были? Ну, я, если честно, с ними, наверное, в том возрасте не разговаривал об этом Не знаю, как они возлагали, но я точно знаю, что они хотели, чтобы я просто был спортсменом И поэтому они меня решили отдать, они меня спрашивали до этого, чем я хотел заниматься в том возрасте Я еще не сильно понимал, чем хотел, и все А потом постепенно, естественно, когда уже что-то стало получаться Наверное, они уже решили, что, возможно, я профессиональным спортсменом стану И тогда, конечно, возможно, отец стал еще больше даже следить за мной, подсказывать Ходил почти на каждую тренировку и не пропускал игры мои Ну, а другие виды спорта каким-то образом рассматривались? Или изначально было предпочтение отдана хоккея? Ну, в детстве, я помню, все детство провел я во дворе И как все ребята, мы играли в футбол, я не вылазил там из двора Мы с этим мячиком там с утра до вечера бегали, бегали Мне, конечно, нравилось, но все-таки как-то хоккей мне показался как-то позрелищней, что ли И поэтому слишком там большого разнообразия спорта не было А хоккей мне понравился сразу Вот в то время, когда ты начинал заниматься хоккеем, как раз «Металлург» переживал невиданный доселе бум И команда громила всех в России Сказалось ли как-то на тот момент выступление «Металлурга» на твоем увлечении? Да, естественно, сказалось Я тогда в том возрасте первый раз пришел на большой хоккей Там такие ребята играли, как Зиновьев, Ткачук и было Вадик Тарасов тогда играл И лучшие свои сезоны И поэтому мне сразу очень понравился ажиотаж на хоккей Аншлаги были постоянно Люди болели, кричали И тогда я еще больше, наверное, утвердился, что хочу быть хоккеистом Но вот этот переход из юношеского хоккея во взрослый Насколько он лично для тебя был сложным? Насколько тяжело давался? Из юношеского возрослых хоккей тяжеловато пришелся к Лиуд Потому что мы с детства пришли сразу В «Металл Рук-2» тогда еще была команда Она играла по первой лиге в теле Поигравшие уже на высоком уровне И поэтому как-то мне 17 лет было тяжело приспособиться Я прошел все сборы, это я вытерпел Но, конечно, к игре надо было немножко привыкнуть Хотя я недолго привыкал, но все равно С непривычки, с опытными ребятами было не очень комфортно сначала играть А с кем из первых наставников ты именно в главной команде «Металл Рук» работал? В главной команде я на сборы поехал Когда был Борис Петрович Михайлов тренером Но я съездил только на сборы Даже не вспомню, сколько мне, наверное, 18 лет тогда было А, 16, наверное, мне лет было Я провел сборы в Швейцарии, Финляндии с командой И потом я перешел в молодежную команду Илья, ну, первый сезон на самом высочайшем уровне Каким он для тебя был? Какие самые яркие воспоминания? С кем из ребят доводилось играть в одних сочетаниях? Ну, если брать этот сезон, как бы он получился у меня такой полный На высоком уровне, на взрослом уровне, профессиональном То сперва я съездил в высшую лигу на два месяца с половиной Мне тренера сразу сказали Илья, где надо окрепнуть сезон? Ты еще не играл, тебе надо с профессионалами побыть И поэтому этот сезон получился для меня очень тяжелый Потому что я первый раз в жизни уехал в другой клуб Играть за другой город Город Волжен Что первым делом сделал, когда вернулся после командировки из Волжска Мы прилетели утром, как всегда Московский рейс приходит рано Мы приехали, нас встретил автобус Мы с ребятами закинули баулы И все Нам водитель сказал, что он баулы отвезет Спросил, где кого высадить в городе Меня высадили возле орбиты Там живет моя девушка Я зашел там за цветами Спросил еще, свежий и не свежий Взял букет И прям там в 6 утра, наверное, я уже заехал к Ярославе И там мы встретились И все И потом уже, если честно не помню Поехали, по-моему, в Ильинку Встретился с мамой я еще И как-то первый день там в основном провел с ними С девушкой и с мамой Ты всех предупредил, что ты возвращаешься? Или это был сюрприз? Нет, я предупредил, что я не знаю, что мама ждали И я не хотел так резко возвращаться, никого не предупредив И поэтому я им сразу сказал Я был очень радостный И я позвонил И они как бы тоже за меня обрадовались Илья, ну когда ты вернулся из командировки из Ариады В некоторых матчах главный тренер Герман Китов тебя даже в первое звено ставил Лично для тебя такое доверие было удивительным? Или все-таки ожидал, что на тебя будут все-таки в этом сезоне возлагать так же надежды, как и на других наших ребят? Ну, для меня это было как? Я старался, я отдавался просто на тренировки на каждой там И все И потом так получилось просто, что там сначала я первые игры в четвертую, в третьей пятерке отыграл Но потом Герман Михайлович поверил в меня, как бы поставил в первое звено Несколько игр я там отыграл Конечно, это чувствуется все доверие, но доверие надо оправдывать И в первом звене там в нападении я был обязан там забивать, набирать очки Но что-то вот так получилось, что пару моментов я не использовал стопроцентных И получилось так, что растерял немного эту уверенность И не стал больше, не получалось там забить гол или хотя бы голевой пас отдать Ну и потом уже как бы после этого я ушел назад там в третье, в четвертое звено там Ну, вот так А когда собирались в отпуск, все разъезжали с этой весной, тренеры как-то персонально давали задания или нет? У нас прошло командное собрание Тренерский штаб сказал, чтобы мы были готовы к сборам Потому что раскатчик не будет, начнутся сразу серьезные тренировки Нам раздали книжечки, там расписан полностью весь наш отпуск по числам, по дням Там расписаны полностью тренировки, подходы, сколько что сделать И поэтому мы все лето по этому списку тренировались И чтобы быть готовым уже к новому сезону и сборам В основном ты это лето как на себя провел? Отдохнуть удалось или все-таки задумывался уже по ходу? Отдохнуть удалось Я съездил на 10 дней в Таиланд с семьей, с друзьями Отдохнули мы Но в основном я вот только на 10 дней прекращал тренировочный процесс Потому что там совместить тяжело очень в Таиланд Отпуск и тренировки А так вплоть до Таиланда И потом я все делал абсолютно по списку Не пропускал ни одной тренировки Поэтому получается так, что у нас там 4 дня в неделю занятий И 3 дня у нас нет тренировок Там когда-то в бассейн ходил дополнительно Когда-то пробежки делал Ну, совместил, как бы сказать, приятное с полезным Ну, сам лично какие надежды на будущий сезон облагаешь? Чего ждешь от нового чемпионата? Конечно, я облагаю, что наконец-то у меня пойдет игра Наконец-то меня прорвет Я начну набирать очки Я очень на это надеюсь Очень хочу этого Буду все силы для этого прилагать Ну и, конечно, я хочу, чтобы наш новокузневский металлург Попал в зону плей-офф Побороться Посмотреть, как это, что это Это интересно И поэтому будем отдавать мне все силы Если я не ошибаюсь На уровне КХЛ у тебя одна пока заброшенная шайба, да? Да, на уровне КХЛ одна заброшенная шайба Она для тебя насколько памятна? Она очень для меня памятна Потому что это бывает раз в жизни Первый гол Еще такому вратарю я забил Как великий, считай, вратарю Доминик Гашек повезло мне Может, просто, я не знаю Но очень запомнился Шайба лежит до сих пор дома На видном месте И поэтому про это забыть невозможно Кто-нибудь из друзей, из партнеров по команде Вспоминает тебе эту шайбу Гашек? Да, конечно Да, ребята, многие это помнят Многие это знают Иногда подшучивают Иногда просто вспоминают Как бы, ну, все это Приятные воспоминания На уровне молодежной хоккейной лиги Ты отличался очень серьезной результативностью Все-таки, что мешает демонстрировать ее И на уровне КХЛ? Насколько разница уровень турниров? Уровень, конечно, разный Совсем другой уровень Там все-таки еще ребята неопытные Не так все профессионально Как уже разница в КХЛ Конечно, тяжело Но, насколько я вот сейчас вспоминаю Что и в Медведе, когда я пришел Абсолютно та же проблема была у меня Я месяца 3-4 Абсолютно не мог набирать очков в Медведях Там практически то же самое Молодой я был Тяжело было набирать Не мог забить, не отдать Но вот потом, вот, переломный момент стучился Я забросил шайбу Забросил другую Отдал голевой пас И после этого уже пошла игра Как бы, и стал набирать очки Надеюсь, что в Металлурге Должно стучиться то же самое Ну, сам лично ощущаешь, что Поброс в мастерстве за минувший сезон Да, конечно Я прошел очень сборы Никогда таких не проходил Что в Новокузнецке Что приехал в Лобске Тяжелые сборы были Тренировался весь сезон С профессионалами Играл с профессионалами Конечно, я уже привык Немного к этому уровню Сейчас уже должно быть Все намного проще И, конечно, все равно Сезон можно записать в актив Ну, условно Новокузнецк Что для тебя значит? Насколько ты патриот Своего города? Я патриот Я скажу даже больше Я вот Некоторые ребята там Хотят куда-то поехать Там еще что-то Я вот люблю свой город Я хочу играть за него Он мне нравится Мне нравится здесь жить И поэтому У меня с этим легко Сегодня мы с тобой В уникальном месте Находимся Исторический центр Города Новокузнецка Кузнецкая крепость Как давно Ты вообще здесь был В последний раз И как тебе здесь атмосфера? Ну, здесь очень красиво Здесь видно весь город Мне здесь очень нравится Ну, честно скажу Был я тут в последний раз Наверное, лет 5 назад точно Даже не помню повод тут То ли мы с ребятами приходили То ли что Но я вот был, по-моему Тут единственный раз в жизни Вот сегодня второй Я тут прогулялся Красиво, мне нравится Твои родные и близкие друзья Посещают все матчи Металлурга Или выборочно ходят на игре? Ну, девушка у меня Ходит на каждый матч Мама у меня старается На каждый матч ходить Ну, и друзья у меня, да Близкие очень друзья Тоже стараются Бывают на матчах очень часто Там не всегда, может, у кого-то получается Но бывают очень часто Ну, и в основном у меня друзья Такие же хоккеисты, как и я Только играют в других клубах И поэтому Следим друг за другом в интернете Общаемся там Как кто играет А кто уже, конечно, не играет в хоккей Те приходят на матчи А с теми нашими Новокузнецкими ребятами Которые играют за океаном Со всеми поддерживающими отношениями С кем-то Ну, вот Ванька Телегин Он сейчас вернулся Он сейчас будет играть За ЦСКАЗом в Москве Но вот с ним мы знакомы Уже, можно сказать, всю жизнь Познакомились мы на Илинке Он также начал свой путь на Илинке И наши родители общаются И дружили всегда И поэтому мы с Ванькой всю жизнь прошли И пока он пять лет был в Америке Мы постоянно были на связи Постоянно общались Переписывались А в отпуске Постоянно там Ездили на шлыки Гуляли Там были везде вместе Как бы с Ванькой Мы очень хорошо дружим Ярослава, как тебе на Кузнецкой крепости? Как часто тебе доводится здесь бывать? Ну, так как я танцор, я танцую здесь Каждый наш день города Вот, выступаю здесь всегда на открытии Вот, а вообще Я в институте учусь У нас была археологическая практика Мы здесь У нас были здесь раскопки Там вот за казармы Там мы раскапывали Я не знаю, что это было конкретно Вроде как конюшня, что-то типа того Но тоже было интересно Различные монетки И рюмочки И всякие различные штучки Находили Ты сама лично даже находила что-то, да? Я лично сама находила Я лично сама раскопала А как много времени вы здесь проводили На раскопках? Ну, мы находились здесь Вот, получается, с утра там в девять, в десять Я уже точно не помню И до двух, до трех Вот так мы здесь находились Ну, как долго ты вообще планируешь заниматься танцами? Ну, вообще, Илья с мамой уже настаивают Что мне уже все, пора завязывать Ну, как бы, я до сих пор танцую Ну, а свое будущее связываешь как-то с танцами или нет? Ну, я вообще думала об этом Я какое-то время преподавала танцы Даже для взрослых женщин В фитнес-клубе Вот, но сейчас я не знаю Пока я рассчитываю У меня последний курс в институте И я пока на учебу больше подпираюсь Потом, я не знаю Вообще не думала Ты сама как думаешь Каким будет предстоящий сезон Для Новокузнецкого металлурга? Как выступит команда? И как выступит твой мужчина? Не знаю Вообще, я очень рада, что у нас новый тренер Мне очень нравится Герман Михайлович То есть, после того, как он пришел к нашей команде В руководство тренера То уровень заметно повысился И я считаю, что будет продолжаться Также Расти Революционировать, так сказать Ну что ж, я хочу вам поборем И теперь я персонально пожелать удачи В предстоящем сезоне Как в личной жизни, так и в спортивной карьере Спасибо большое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин